Я обычно, перед тем, как начать читать свои эти драматургические тексты, я обычно подготавливаю как-то публику морально, говорю, что я главный драматург современности. Тут должно быть аплодисменты. Дело в том, что Шекспир за всю жизнь, как известно, написал всего 37 пьес. Еще не ясно, он ли их написал. А я за последние пару десятков лет написал больше 200. У Дніпропетровську Віктор Шендерович, за его словами, не був більше 10-ти років. Та прихильники нарешті дочекалися. В культурному центрі Минора відбувся творчий вечір сатирика. Для розігріву давно відомі короткі п'єси. Человек, ворочався в постели. Нет, все-таки интересно. Вот есть Бог, или его нет? Или все-таки есть? Или все-таки нету? Или есть? Голос сверху нету, у меня нету. Спи уже давай. Поздравляю вас с наступлением полярной ночи. Он работает в разных жанрах и размерах. За количество не женится. Да и вообще никуда не поспешает. Особенно, когда дело касается литературных творений. Слишком разными жанрами занимаюсь. И публицистика, это то, что это некоторая ежедневная работа. И некоторые вещи не публицистические, литературные, они пишутся, конечно, медленно. И я медленно пишущий человек. Насколько я стремительно реагирую в публицистике, настолько я медленно пишу литературные тексти. На творчому вечері у Дніпропетровську проукраїнську політику Віктор Анатолійович вирішив не говорити. Я ничего не могу про него сказать, я про него ничего не знаю. Я думаю, что вы идете в значительной степени по нашим следам. Вот, и я не могу сказать, что это лучшие следы, по которым можно идти. Утім, уже зі сцени пояснив, чому он не жартує ані про Януковича, ані про Путіна. Мовляв, сатирику важко жити у часи, коли уже неможливо пережартувати той тип політиків і явищ, що існують тепер. Как сказано, Астровскому в горячем сердце всякое безобразие должно свое приличие иметь. Ну, когда наступает такая эпоха, когда наступает безобразие без всяких приличий, то, конечно, попытка шутить про это совершенно обречена, потому что все равно они смешнее. Невозможно сделать пародию на клоуна, да? Ну, невозможно. Вот так ключовик про них куда-нибудь. Та й без сучасних політичних діячів поговорити було про кого. Адже того вечора були розкриті секрети не однієї шухляди відомих творчих людей. В раме юности, будучи человеком и темпераментным, и литературно одаренным, Костя Ракин ввел донжуанский дневник. Записывал свои впечатления от начинавшейся мужской жизни. И очень подробно. По всем законам русской драматургии, однажды Костя свой дневничок забыл в раскрытом виде на папином рабочем столе. И, вернувшись из училища, обнаружил родителей с интересом изучающих эту мемуаристику. «Да», — сказал папа. «Да, интересно». «Молодец, Костя, молодец». «Я в твои годы был скромнее». «Но ты потом наверстал», — сказала мама. «Испортив педагогический процесс, но педагогический процесс только начинался. Старший Ракин вдруг смеял тему. Знаешь, Котя сказал, у нас в подъезде парикмахер повесился. Костя не уловил поворота сюжета. Повесился парикмахер, да. Повесился парикмахер. Представляешь, оставил предспятную записку. Знаешь, что написал? «Всех не переброшь». Иди, котенька, иди. Отпихай. Та сгадані безліч курьозів. Самый коварный падеж, как мы знаем все, кто пытался что-нибудь писать, это родительный падеж. Потому что череда согласований, непонятно, что к чему согласуется. Тяжелее всех пострадали жители Харькова, которые 9 мая поперёк главной улицы пройшли транспарант. Привет освободителям Харькова немецко-фашистских захватчиков. Гаряча та жвава аудиторія Віктора Шендеровича зігріла і потішила. Втіха виявилася обопільною. Задоволенню публіки також не було меж. Для меня это не было открытием чего-то. Просто приятно увидеть живьём человека талантливого, геніального, умного, который говорит красиво, умно, аллегорично. Он мне очень нравится. У нас сегодня в городе два мероприятия. Концерт Слепакова из комедии клавдисного, правильно помню, и концерт Шендеровича. Я очень рад, что я сюда пошёл. Не услышал очень много слов, которых бы я услышал там. И этому тоже очень рад. И очень рад тем словам, которые здесь услышали. Я в восторге от Виктора Шендеровича. Я всегда его любила. Я с большой надеждой дошла. И то, что видимо произошло, всё моё ожидание. Закончилось ж свято гумору, або ж творчие вечер, роздачу автографов усім бажаючим.